Начнем тогда же с самого начала, то есть диапазон кларнета, обычного бэймового инструмента, который используется в основном, потому что в современной музыке используется также широко и бас-кларнет. Сейчас я его не принес, но если кому-то будет интересно, можно будет отдельно рассказать об этом инструменте. То есть это ре малой октавы, получается, да, и это самая низкая нота, которая может звучать, да, получается. У нас записывается, да, они немножко ниже звучат. То есть ре это в строй инце, на кларнете будет записываться как ми. И, наверное, самая высокая уже, да, это ре четвертый, тоже совсем экстремально высокий звук. Это до четвертой октавы. На кларнете это будет записываться как ре. То есть это такой диапазон. Значит, такой прием, как галисандр, часто бывают, спрашивают. В каком диапазоне можно его исполнять, от какой ноты, да, это звучит. Вот, в принципе, по всему диапазону это может быть исполнимо. Но есть какие-то ограничения, если вы хотите такой плавный галисандр добиться, то это, наверное, от ля первой октавы до соль, до фа четвертой, до соль четвертой. Да, это получается вот так. Как бы от ля, потому что ниже будут уже такие переходы. Здесь довольно-таки плавно можно исполнять. Это что касается вот таких галисандирующих звуков. Потом есть такой прием, как звук, и 50% звука, 50% воздуха. Да, то есть это, например, звук с воздухом. Либо просто воздух, да. Так же можно воздух изображать в реальном струсе, да. То есть можно в любую часть кларнета. Тоже здесь. Следующий прием это фрулата, ну такой уже классический, наверное, да. То есть может быть как со звуком, так и без звука. Какое-то рахтение. Вот, со звуком. Записывается он как бы такой змейкой, да, черной. Ну и пишется там фр, либо фрула, либо фрулата. Так уже исполнили, понимая, что это вот такой премиум, да. Либо на ноте еще. Нота пишется, значит, и как бы вот... Как это называется? Ну, так-так-таке деление на... Как это называется? Нота, да. Как-то? Да, на штиль, на штиль. Вот. Значит, широко используются мультифоники, многозвучие на кларнете. Вот. Композитор использует, допустим, как для... Просто для краски. Да, не для звука какой-то, из звука высотности, а именно для создания атмосферы, эмоций, да. Давайте я вот вспомню сейчас эти мультифоники. Естественно, какая-то гармония тут тоже присутствует, и вы ее можете обыгрывать так или иначе какими-то другими сопутствующими инструментами. Записывается мультифоник тоже необходимо в нотах, когда вы пишете какое-то определенное звучание. Пишется либо буква М, да, какой-то любой мультифоник, либо пишется определенная аппликатура. Да, то есть как бы есть отверстия, клапаны, ну или вот, я вам покажу, может, впоследствии где-то там закрашиваются какие-то звуки, да, и те клапаны, которые закрываются, они закрашиваются. Да. С каждым годом аппликатуры становятся все больше, вот, и, в принципе, в сети можно набрать, там, мультифоникс, фоклори нет, и найти определенное количество аппликатур, вот, ну, и даже послушать их, как они, как они звучат, да. Вот эти мультифоники. Смотрите, они на разных инструментах будут одинаково звучать? Ну, вот, значит, есть кларнеты, да, система немецкая и французская. В большинстве в мире играют на французской системе, только в Германии играют на немецкой системе, чтобы, как бы, поддержать производство этих немецких кларнетов, а так в мире в основном это не французская система. Вот, и, в принципе, на инструменте, на стреймерах, например, на буфе, в кларнетах, они, как бы, будут довольно-таки стабильно звучать. То есть, ну, конечно, лучше проверить, да, там, как они, вот, звучат, потому что бывают нестабильные мультифоники, или бывает аппликатура, но нужна, как бы, вот, тут техника амбушюра есть такая, ну, губная, да, техника, то есть мы работаем еще, помимо того, что вот пальцами перебираем, здесь еще вот здесь большая работа идет, как бы, когда кларнетис начинается с обучения, он начинает с того, что тянет длинные звуки, вот, и привыкает, как бы, вот, с этой компрессией. То есть, можно, давление бывает, как бы, сильнее, слабее, вот, от этого зависит. Но это уже работа исполнительная, идти, вот, как бы, на определенной аппликатуре, вот это звучание. Вот. То есть, как бы, я вот встречал французских композиторов, да, они часто, кстати говоря, используют мультифоники именно как основу гармонии. То есть, вот, идет произведение, идет, да, какая-то музыка, вот, музыкальный идет, и берется определенный мультифоник, вот, он обыгрывается другими инструментами, или вот другие инструменты каким-то образом примыкают вот к этой гармонии. Вот у Каспарова, Юрия, например, у него больше, например, мультифоник играет роль, как такую, краску, да, у него. Как бы, знаешь, знаете, как бы, как агрессивную, так вот, да. То есть, мультифоники тоже, они в разной динамике есть, и нежные мультифоники, и агрессивные. Вот. Значит, следующий такой прием, сам фондю, ну, там, у Шарина есть французский прием, наверное, ну, оттуда он пошел, это такой фондю, значит, это переводится французского, как плавленый звук. Маймаре, я вот воспринимаю его как расщепление такое, да, по абертонам, он исполняется на самой низкой ноте, или на самых двух низких нотах, на ре, да, в данном случае главный типозаписи на ми. То есть, записывается нота ми, и вот такая, может быть, как спектр звука, да, то есть, я губами начинаю туда-сюда, вот, как бы, елозит по трости, и создаётся вот такое звучание, то есть, там, наверху какое-то количество звуков, я вот даже не знаю, можно определить, сколько, два звука, или три, или четыре. И, в принципе, вот дополнительный звук можно воспроизвести от любого тона, от базы, да. Вот обычный звук, да, и с помощью губ можно уже дальше его, как бы, гармоники вот эти вот использовать. То есть, я играю базовый тон, и от него уже через амбушюр, через давление, вот, пытаюсь извлечь дополнительные звуки. Есть какие-то вопросы по... Да, хотелось спросить, когда вот эти дополнительные звуки издали, как это записывается? Записывается, значит, аппликатура определенная, да, вот, допустим, в данном случае, базовая аппликатура, и пишутся те ноты, которые вы слышите. В данном случае, например, у меня аппликатура базовая, это нота-соль, на кларнете она как ля пишется, на тон выше, и возникает тут нижний тон. Вот, сам мультифоник тоже, он обязательно нужно писать аппликатуру, обязательно, да, вот, и можно выписывать вот эти звуки, которые, да, вы услышите. Ну, тут, получается, просто он не совсем стройный, получается, да, потому что, ну, там, чуть выше, чуть ниже вот эти абертона звучат. То есть на рояле, как бы, весь спектр звучит звуков на одной ноте, там, вот, не извлечешь, да, только если в струну полезть, там уже можно дополнительно, как бы, извлекать. Здесь, как бы, звучат вот эти аппертоны. Это вот по записи, то есть обязательно нужно выписывать эту аппликатуру, вот, чтобы исполнитель понимал, вот, как она, как она берется. Потому что есть такой композитор, может быть, знакомый с ним, ну, с Альватором Шариновым. Слышали, да? Слышали. Вот, у него такая экстремально тихая музыка, что ее нужно исполнять в определенных условиях, да, чтобы была определенная акустика, потому что у него используются такие вот звучания, как стоп-клапаны, да, записываются крестиками, а, как правило, вот эти, вместо кроечка крестики пишутся, вот, это такие звучали, да. Вот, как бы, даже фотоаппарат громче. Вот, у него есть, да, Фредди, там, как присудение, как часы, как-то тикают. Здесь, чтобы это звучало и работало, должна быть полная тишина, конечно же, и желательно, реверберация небольшая. Тогда вот это вот все звучит. В наших реалиях, в российских, я вот не знаю, у нас немного такое все. Вот пишут сейчас более-менее агрессивное и такое, знаете, эмоциональное. И я, кстати говоря, вот примерно только хотел распечатать ноты и хотел для вас поиграть, ну, чтобы было понятно, может быть, все слышали произведение, может быть, Let Me Die Before I Wake. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Играет 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 музыка колористик значит есть еще такой прием как без вильянда репетиция на одной и той же ноте разными априкатурами немножко меняется на такое мерцание получается далее смарт-сан то есть это такие акценты толчки без прерывания самому звуку нота тянется и сверху выписывается ритмический рисунок в конце двадцатого в середине начали использовать четверто новые возможности да и мне кажется их довольно таки нет не раскрыли еще до конца тему потому что гармония как как нам кажется она исчерпала свои возможности сейчас композиторы в основном пишет не используя классическом понимании гармонии да пишет как бы вот новыми материалами музыкальными в пьесе допустим адисона денисова да я чуть-чуть наиграю вам так он использует санат начал использовать эти четыре там а то есть принципе вот что хочу сказать нужно сыграть да вот как бы такая тема можно и то есть уже некая другая краска используется и и какую-то тональную музыку можно конечно же вот раскрасить то есть опять же можете опираться на какой-то до мажор там и там соль мажор или а минор и привносить туда элементы вот этой микрохроматики она уже будет звучать совершенно по-другому то есть уже мелодию которую мы слышим который базово в принципе все мелодия на трезвучих как бы строится да практически вот ее нужно и таким образом раскрашивать давать но новое звучание искать какие-то новые гармонии да то есть используя звучание здесь одноголосно частного озера будет да но все же это первая часть соната и десона денисова и 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 То есть такие звучания Вы можете просто писать, допустим, фа диез И вы слышите, что этот фа диез звучит между соль и фа диезом То есть это получается фа диез и такая стрелочка вверх Тогда будет понятно, да? Или соль, допустим, бекар, но этот бекар будет со стрелочкой вниз описан То есть пока еще не дошли до того, что инструменталисты играют четвертоновые гаммы Когда в консерваторию поступают, играют, по крайней мере, кларнетисты Сдаются все гаммы с этюдами То есть четвертоновые гаммы и не дожат Но хотя практически все четвертона можно исполнить Найти на них аппликатуру конкретную, даже не губами Субтитры создавал DimaTorzok То есть довольно-таки широкая, как сказать, градация То есть человеческое ухо, мне кажется, оно воспринимает сильно Вот, еще есть прием, но я не знаю, где всего будет он И исполняется В Мундаре было, когда приезжала композитер Правильно я говорю? Мундарский композитер? На какую лист? Которая сустын Правой сустын Ага Вот и нажали Вот и нажали А можно обратно Это хороший рояль, а не изопилка Потому что есть такие, как бы, изопилки, которые сделаны, они не звучат А еще можно? Может, да? Какая-то дополнительная реверберация и какого-то остаются Вот если, ну, три или три, ну, да Микрохроматические? Да, именно, в случае микрохроматические Ну, вот изнутри это пределатурская дискторная Возможно ли это? Ну, вот вы имеете в виду Это больше так, как безбельянда, наверное, такой прием, да? Хотя безбельянда Изначально это один и тот же звук Взятый разными аппликатурами Просто прям найти один и тот же То есть, как бы, тон разный А краска тона другая Со мной тоже есть разница Ну, вот, это возможно, да? На, наверное, любых звук Вот такие вот трени, да? Микрохроматические Более широкие интервалы Вот тоже бывают, пишут На высоком регистре вот сложнее Чем шире интервал, да, вот Вот, эмалирующий, тем, как бы, сложнее Исполнитель Он будет просто более медленно, как бы, исполнить тело К тому же сложнее А скажите, чисто технически импрохроматику как исполняется? То есть, чай этот тонар? Технически, вы имеете в виду, насколько быстро это нужно делать? Ну, как именно с инструментом взаимодействовать? С кларнета? Ну, и... Технически Можно Исполнять Вот, у меня сейчас Ну, я сейчас, как бы, брал Импровизацию Да, то есть, я не по нотам играл Ну, вот Можно спокойно писать Да, то есть, как бы Ну, не скажу, что сложно Но придется, конечно, заниматься Ну, над любым произведением Нужно заниматься Если оно сложно Есть, конечно, вещи, которые с листа читаются Вот, а так, в принципе Но, я еще раз повторюсь, что, как бы, ты Любые звуки Микрохроматики То есть, они доступны на кларнете То есть, раян надо препарировать Да, дополнительно И то, там, получается Какие-то звуки у вас будут На четверть, то на второй, на какие-то Ну, хотя, есть же четвертоновые Аяби, да? Ну, это совсем уже Две клавиатуры Вот Либо специальная клавиатура Которая уже по-другому По-другому настроена Вот Так что, вот Мне кажется, вот в этом направлении Довольно-таки Большое пространство Для реализации Потому что, как таковые приемы Сами по себе, они себя уже исчерпали Они повторяются Вот Понятное дело, что у нас В современном музыку Душит очень Вот Большое количество Звукового материала Которые В интернете По радио По телевизору Вот это вот Как бы Тоника сублинанта Тоника Доминанта Но в итоге все равно Так или иначе Есть какая-то основа И вокруг нее Тяготеющие Тяготеющие Материалы Вот То есть Доминанта Она все равно присутствует Просто она В усложненной форме АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.